Замечательный математик Сергей Андреевич Конягин говорил, что когда он пришел на свою первую математическую олимпиаду, то там была именно эта задача, она ему очень запомнилась, и он вот ее именно считал, что называется, первой своей олимпиадной задачей. Задача очень простая. Представьте себе, что в некотором озере, хотите, в реке, неважно, плавают, например, 30 щук. Щука может взять и проглотить целиком другую щуку. Да, вот они такие зубастые, хищные, независимо от своих размеров, у них желудок так отзывается, что любую проглотить. Если щука проглотила трех, то она достигла венца своей карьеры щучьей и считается счастливой щукой. Да, сытая, сытая, счастливая щука, это которая съела не меньше трех других щук. Ну, разумеется, сытую щуку тоже могут съесть, но при этом учитывается она не со всеми, кто у нее внутри, а только как одна щука. То есть, если какая-то щука, скажем, съела пять щук, а потом ее саму съели, то учитывается только одна, а вовсе не шесть. Понятно? Два. Отлично. Ну и как только какая-то щука стала сытой, то давайте тоже там выбивать какую-нибудь медальку, не знаю, или там, да, фейерверк, наверное, над рекой не удастся, мокро слишком, ну, неважно. В общем, как не будет этого вековечивая. Вопрос. Какое в жизни этого водоема возможно максимальное количество сытых щук? Да? Двадцать девять. Двадцать девять. Ответ грубо не верен. Да? Одна. Одна. Ваш? Десять. Десять. Давайте я буду записывать. Двадцать девять. Одна. Десять. Так. Да, ваша версия. Я хочу, что девять может быть. Девять. Так, еще ответы. Сейчас. Я поддерживаю. Сейчас у нас тут, да, голосование начнется, да. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать семь. Двадцать семь. Молодцы. Ой, молодцы. Ребята, а вот теперь давайте все подумаем и через несколько минут вернемся к этому вопросу. Пожалуйста, значит, период, когда вы встречали, закончился, давайте подумаем. Семь. Семь вы еще добавляете ответ. Господа, давайте мы все-таки немножко подумаем. Что? А одна щука сможет съесть больше пяти или десяти? Сможет, но для нашей задачи это малоразумно, потому что она уже стала счастливой, и дважды счастливой, трижды счастливой не бывает. Это у вас начался уже политический процесс, вы сейчас будете мне здесь собирать группировку, да, 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 сейчас скандировать, десять, девять, что? Четыре. Четыре. Извините, пожалуйста, можно мне доказать, почему мне больше десяти? Нельзя. Потому что нужно порешать задачу. Чтобы насытилось максимальное количество щелок, одна щелка должна съесть минимальное количество щелок, чтобы присытить, то есть три щелки. И всего, ну, как бы, выходить из задачи будет четыре щелки, и по четыре щелки умещается в тридцати щелках, семь, пополучится семь щелок, могут, максимальное количество насытиться могут, а остальные щелки будут одна другой не насытиться. Отлично. Действительно разумный на место, ребята. Да, очень хорошо, что вы сказали. Разбиваем тридцать щелк на семь таких группочек по четыре щелки в каждой. В группе избираем, там, не знаю, царь-щуку, которая, значит, аккуратно съедает товарищей. Все замечательно. Получается, у нас, в результате, семь сытых, счастливых царь-щук, и две еще плавают. Ну, при желании их можно съесть, можно не съедать. Вот, то есть, вы выступили сейчас в защиту, ответа семь. Очень хорошо. Так, кто пойдет в защиту? Давай. Мне кажется, вот я сейчас докажу, что больше десяти не может быть, потому что, если максимальное количество из этих щук десять, потому что, если каждый щук съест по три, то останется десять щук. Вот, 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 вот тридцать щук. Каждый, вот, тридцать, я докажу, что больше тридцати, больше десяти не может быть, потому что... Доказываю? Доказываю. Потому что тридцать умножить на одиннадцать, и три умножить на одиннадцать, и уже не получится тридцать. Ребята, еще в чем вы правы? Ведь никакую щуку нельзя съесть дважды. Если у нас будет одиннадцать сытых щук, то для них просто не хватит продовольствия. Потому что одиннадцать сытых щук, каждый съел по три, получается, что они съели тридцать три щуки. Нет, так что в чем-то вы правы. То есть вы выступили в защиту ответа десять, да? Да. Очень хорошо, садитесь. Так, вам слово. Я хотела бы к нему добавить. Это очень легко решить. Может, нужно просто тридцать раздалить на одиннадцать. Так, нам объясняют, что тридцать раздалить на три – это десять. Очень хорошо, да? Я выступаю в защиту ответа семьи. Сначала нужно узнать, сколько примерно будет стоить щук сытой щукой. Мы складываем, сколько она съела, плюс ее саму. Потому что щука тоже не вернет щука. Так, есть уже где-то в защиту других ответов. Пожалуйста. Я за ответ делаю. Почему? Может, если мы, кто выступали в защиту ответа семь, сказали, что семь щук съедят двадцать одну щуку, станут счастливыми. Да. Смотрим, хорошо. Да. Но есть еще две щуки. Да. Которые могут съесть этих самых сытых щук. Понял. То есть, смотрите, какая история. Значит, представьте, была щука, которая съела вторая такая, да? Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. И седьмая. Правильно? Это все щуки. Да, это все щуки. Это все щуки, щуки, щуки. При этом вот эти щуки уже стали сытыми. Семь штук сытых щук есть. Так, что вы теперь предлагаете? Предлагаете вспомнить про существование еще двух щук. Да. И дальше предложите им следующее. Скушать троих счастливых, да? Да. Очень хорошо. И эти три счастливые щуки тоже сейчас будут съедены. И эти стали счастливыми. Да. Три счастливых. Так что в результате у нас эти побывали в счастливых. Да. Недолго, но побывали. Мне кажется, что спрашивается вообще про существование. Да, конечно. Это счастливое, это счастливое. Ну и это тоже счастливое. Так, здесь четыре, здесь четыре, и здесь одна. Девять штук. Так, значит, девять счастливых щук бывает. Вот конкретная конструкция. Кстати, можно было на самом деле проще. Рассказываю как. Так, берем наших щук, и даже я не буду их всех рисовать, можно устроить такой процесс. Смотрите, вот эти три щуки весело и бодро бегут в пасть к этой. Она стала счастливой. Вот, значит, спела все полагающиеся по этому поводу песенки. И сразу же побежала в пасть к этой. К ней одновременно бегут от счастья дети. Да, эта исполняет песня радости. Бегут сюда. Понимаете? Да. И остаются одна. Ну и так далее. Я уж не буду вам рисовать. Действительно, при этой системе девять будет сытых щук. Вопрос. А десять бывает? Помните, у нас здесь было... Ну, семь уже неинтересно, потому что мы, вот видите, есть пример, когда девять, семь уже неинтересно. И один тоже совсем неинтересно. А вот двадцать семь, десять и двадцать девять. Ну, конечно, двадцать девять – это хватанули через край. Да, они должны многократно назвать ту же щуку, поедать. В общем, это глупости какие-то. И двадцать семь тоже. Ребят, на самом деле, для того, чтобы завершить сегодняшнее занятие, мы должны выбрать между двумя вариантами. На самом деле, бывает десять сытых щук? Или не бывает? Нам рассказывали простое рассуждение, что... Почему не бывает одиннадцать сытых щук? Одиннадцать умножить на три – это слишком много, это больше, чем тридцать. Да? Я хочу только сказать, почему не может быть десять щук. Да, почему? Потому что возьмем минимум для того, чтобы щука стала сытой. Это три. Да. И тридцать разделить на три – это десять. Да. Но мы не посчитали самих щук. О, молодец. Десять сытых щук не бывает, поскольку для образования десятерых сытых нужно съесть тридцать штук. Понимаете? Когда сытая щука возникает, она в этот момент у троих съела. Трижды десять – это тридцать. Но в любой момент у нас есть хотя бы одна несъеденная щука. Сама себя щука есть не умеет. Это означает, что невозможно все тридцать щук использовать в пищу. Хотя бы одна должна, собственно, есть. В последний момент хотя бы одна. Двадцать девять в пищу использовать можно.